И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня. Деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Ну что, братишка, на этот раз разработчики смогли тебя удивить? Оу, капитан Очевидность, не то слово. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность и долгожданная, в скобочках нет, обновление ПТС Warface. Буду пользоваться заметками, ибо некоторые названия запомнить нелегко. Это, во-первых, у нас пистолет-пулемет KH9EX. Название, наверное, придумывал Илон Маск. Новый дробовик Вепрь, который стреляет отсечками по три патрона. И медик Гампо. Название, конечно, вообще пипец у медика. Но, с другой стороны, когда-то был такой кибетский царь. Либо, я думаю, отсылка к нему. Либо, ребятки, здесь что-то не так. И разработчики о чем-то умалчивают. И, возможно, после медика Гампо в Warface появится штурмовик Дилдо. Братан, хватит воду лить, давай уже рассказывай про новиночки. Согласен, не будем отвлекаться, давайте переходить к нашей любимой теме. А именно, пушки. Новые пушки. KH9EX, которые, по мнению тех, кто тестировал, по сути, являются новым УЗИ ПРО. Но это про внешность, как минимум. Просто ужасен. Да, там есть хороший темп, урон, все нормально, по идее. Но вы просто взгляните, ребятки, на эту отдачу. Небольшой лайфхак, как такую отдачу погасить. Покупаете вот такой небольшой коврик, примерно 900 миллиметров, ну около метра. Потом вот так его ставите. И вот этого пространства, в общем-то, в принципе, вам должно хватить. И это, кстати, на фоне того, что у нас в Warface появился режим полета. Насчет полета это, конечно, была шутка. Возвращаясь к нашей новиночке для инженера, могу сказать, что, блин, ну реально, ну кто вообще мог такое придумать? Появилось такое мнение, что такую отдачу инженеру добавили в качестве эксперимента, потому что у нас в Warface нарушены дистанции. Ну типа, знаете, инженер эффективен на дистанции штурмовика, медик на дистанции инженера, и с этим надо что-то делать. Я полагаю, те люди, которые это придумали, в принципе, сами в Warface, наверное, вообще не играют. И не представляют, как эту пушку будут использовать на практике. Но я вам скажу, дорогие разработчики, в таком виде я попросту использовать вообще не буду. Может, там фишки какие-нибудь есть? Ну, например, он, может, голову ваншотит. Капитан Очевидность, да какая разница, если бы он даже на километр ваншотил голову? Какой от этого толк, если ты просто не попадёшь? Там тряска и отдача такая, что, блин, я не знаю, это РПК какого-нибудь 2014 года. Революционная идея лодусов одна круче другой. Братан, а может не действовать, как неандертарец, а применить науку и технику? Кап, да эту пушку даже Макрос не спасёт. Мало того, что у неё отдача, у неё тряска, у неё ещё рандом, что пули вот так как-то все разлетаются. Реально, Габелла? Зато креативно. Тут вообще не поспоришь, очень креативно. То же самое, кстати, в принципе, плюс-минус можно сказать про новый дробовик. Но с ним, слава богу, история хоть чуть-чуть получше. На ближних дистанциях от бедра он вполне годно убивает. При цели, в общем-то, ну тоже пойдёт. На дистанции инженера он практически полностью теряет свою эффективность. И, наверное, многие скажут, что всё хорошо, это баланс. Как бы да, ребята, баланс. Но он настолько слаб на дистанции инженера уже, что, собственно говоря, в современных условиях Warface он опять же будет никому не нужен. Ведь любой другой медик будет медика с новым випрём убивать. И не забываем, что на той же дистанции инженера бенели это смертоносное оружие, да и хангруп тоже плюс-минус хоть как-то игравелен. Новый же дробовик на этой дистанции будет в основном только исключительно сосать. Что, надо сказать, весьма печально. В одном обновлении нам подвезли сразу две никудышные пушки. И у меня это вызывает мысли о том, что, скорее всего, эти пушки будут, ну, не очень-то донатными. И, вероятнее всего, это будут призы за какой-то ивент, где вам придётся, наверное, на каком-нибудь ПВЕ или, может быть, не самых популярных режимах ПВЕ пахать как рап на галерах. После чего вы получите свой K-H9EX или новый вепрь. Блин, я в последнее время столько стал говна на вентилятор накидывать. И вот думал, что, наконец-то, будет возможность похвалить. Но как-то не срослось. Эй, чувак, скажи мне, а почему халтура тут какая-то? Нарезочка-то жиденькая. Потому что, капитан очевидность, ПТС практически умер уже к вечеру первого дня. Часто находит комнату, где играет 6-7 человек, и вот как-то с этим приходится работать. Так что не такая уж и жиденькая эта нарезка. И сразу скажу вам, друзья, в будущем наступит время, когда будем тестировать всё на полигоне. Многовато мощнишь, бро. Давай-ка на позитиве. Согласен, правильно. Чё-то много как бы вот этого всего плохого. Давайте о хорошем. Внешний вид. Вот что удалось, так это внешний вид. Ну вот честно, внешний вид нового пистолета-пулемёта, да, он отдалённо моделька. Всё, напоминает Узи-про. Но будем честны, это совершенно другая история. Это другая моделька. Колоссально переделанная, переработанная. И блин, она реально красивая. То же самое касается и нового Випря. Вы посмотрите на эту красоту, на эту модельку. Блин, это сочно. Прям такой, знаете, Soviet Union стайл. Вкус клюквы во рту ощущается. Реально, Гаднателло? Вот тут базару просто ноль. Кто это всё рисовал, кто всё это делал. Блин, ты красавчик. Вот тебе надо заниматься скинами Warface. А то у нас вводят вот мой любимый грот. Он красивен только, наверное, в скине ретро. Больше ничего выдающегося во внешнем виде там просто нет. Зато пушка годная. И как назову вводят две пушки с офигенным внешним видом. И по честноку в современных условиях Warface совершенно неиграбельные. О, я и Бундеста. Где логика вообще? На фоне этого рассуждения хотел бы также заметить и поднять вопрос в нашей игре о скинах. Наша администрация постоянно ищет любые способы заработать на игре. Ну что естественно, для них это работа. Но почему самые очевидные вещи они не используют? От которых вообще никто бомбить не будет. Чуть ли не каждую обнову нам завозят. Разные камуфляжи, порой очень красивые, анимированные. Но абсолютно непопулярные пушки. Чаще всего, сука, просто безнадёжно устаревшие. Из последних, реально годных, могу вспомнить только ретро. Соответственно, на Бинели, на Грод. Вот это реально, это сок, это отличная идея. И я почему-то уверен, что разработчики очень неплохо наживились. И при этом вы видели, что вы игроки бомбили и говорили, ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо, снова донатить, вот скины нам новые подвезли. Нет, всем пофиг. В основном люди наоборот только хвалили вас. Так вот скажите мне, дорогие разработчики, почему на какое-нибудь говно неиграбельное столетнее вы завозите скины, а на Шурфаер у нас скинов нет, а на ВАЛ у нас скинов, по-моему, один или тоже нет. И у нас масса оружия, на которых, сука, ну просто нет скинов. На ВП один скин. Это, это куда вообще? А ведь можно пилить скины на метовое оружие, которое реально популярно практически каждую обнову, и зарабатывать на этом очень и очень неплохие деньги, правильно? Но этого не происходит. То же самое и с новыми пушками. Делают две пушки. Пушки ужасные, но при этом обладают охрененным внешним видом, стилем, вкусом, истинный милитари. Так что из-за винах, пожалуй, могу похвалить только нового медика Гамп. Он тоже стильный, красивый. Название, конечно, многим понравится с точки зрения юмора, но тем не менее, вот это реально гаднотелло. Вкратце могу сказать, что медика оставляем в том виде, в котором он есть, а новые пушки либо надо улучшать, либо забыть о том, что с них можно получить, дорогие разработчики. Хоть какую-то прибыль.